Продолжение следует... Продолжение следует... Лучше всех четырехлетний нижегородец разил наповал Максима Галкина и зрителей федерального канала безупречным знанием всех дорожных знаков. Продолжение следует... С такими лозунгами нижегородцы вышли на площадь Маркина. В минувшее воскресенье волна антикоррупционных митингов прокатилась по всей России. В столице Приволжей мероприятие прошло на удивление мирно. Несмотря на то, что городские власти сначала согласовали акцию, а затем изменили свое решение. Днем 26 марта несколько сотен нижегородцев, среди которых было очень много молодежи, собрались на площади Маркина. Общественные мнения всколыхнули сведения о роскошной жизни некоторых чиновников. Так на одном из транспарантов красовалась надпись. Нижний в яме, а мэр в Майами. Нет коррупции! Нет коррупции! Чтобы не допустить провокации и обеспечить безопасность участников, пусть и несанкционированные, но все же массовые акции, там уже дежурили усиленные наряды полиции и стояли автобусы с ОМОНом. Однако вели себя сотрудники правоохранительных органов достаточно корректно. Один из участников акции даже призвал нижегородцев поблагодарить полицейских. Они не разгоняют собравшихся. Хотя могли бы, поскольку власть считает митинг несанкционированным. Люди не стройно сказали спасибо. Полиция вынесла предостережение организатору митинга Анне Степановой. В ходе акции было задержано несколько десятков нижегородцев. Большинству из них вменяют вину статью кодекса об административных правонарушениях, нарушении установленного порядка, организации, либо проведении собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. По ней организаторы и участники могут получить административный штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Или обязательные работы на срок до 40 часов. Пятеро, которые провели в стенах отделения полиции ночь, пойдут по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Долгостройно-пролетарской, которой в народе прозвали «Титаником», доведут до ума уже в августе. Строительство дома-призрака в Канавинском районе началось в далеком 2005 году. И ровно через три года замерло перед самым финишем. Говорили, застройщик обанкротился. Даже сейчас обманутые дольщики с трудом верят, что вот-вот заедут в новые квартиры. Знаете, что-то как-то до сих пор как-то не очень верится. Может быть, мы как-то уже привыкли за эти годы, что нас, в общем-то, обманывают. Спустя без малого 10 лет несчастные дольщики заручились поддержкой региональных властей. Для этого большинство участников долевого строительства объединились в некоммерческую организацию – ЖСК, которую включили в реестр пострадавших от недобросовестных застройщиков. Права на земельный участок с домом-призраком от исчезнувшего застройщика передали ЖСК. И потом уже организация, а не отдельные пострадавшие, обращались в администрацию за поддержкой. А прежде чем строительство возобновилось, здание прошло государственную экспертизу и корректировку проекта. На сегодняшний день производится работа по усилению колонн, по устройству диафрагмы жесткости. Новых дополнительных происходит кирпичная кладка, подвали, первый этаж. Также субподрядные организации зашли в производство проводки, электрики. Ну и заключены договора с остальными субподрядными организациями – это лифтовики, слаботочники и многие другие. По данным Министерства строительства региона, всего в области у нас 19 долгостроев. Из них 17 в городе. В этом году правительство планирует сдать 5 таких объектов. К теме обманутых дольщиков мы вернемся завтра. Во вторник, 28 марта, в 19.30 мы покажем специальный репортаж «Дом, которого нет». В преддверии этого мы запустили интерактивное голосование. Нам интересно ваше мнение. Что же все-таки может повлиять на ситуацию с домами-долгостроями? Если вы считаете, что ситуацию с обманутыми дольщиками может улучшить ужесточение наказания для нерадивых застройщиков, звоните по номеру 283-11-74. Если вы думаете, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих, и те, кто годами ждет обещанное жилье, должны самостоятельно бороться за свои нарушенные права, свой голос можете оставить по номеру 283-11-75. Если же ваше мнение сводится к тому, что обманутым дольщикам уже ничего не поможет, оставляйте свой голос по номеру 283-11-76. Отмечу, звонки бесплатные. Итоги нашего интерактивного голосования мы подведем во вторник, 28 марта, в службе новостей «Город» в 19.30. Сразу после выхода в эфир специального репортажа «Уберите камеру, дом которого нет». Нижегородская область стала лидером антирейтинга ГИБДД. За февраль текущего года на дорогах региона произошло самое большое количество ДТП в России. Причем первое место наша область заняла и по числу пострадавших в авариях. Подробности знает Валерия Стародумова. Лера, тебе слово. Настя, за последний месяц зимы на дорогах Нижегородской области 373 человека получили травмы. 22 участника ДТП погибли. Спонсор рубрики короткой строкой. Санаторий в центре города. Дом здоровья. По словам специалистов, большинство аварий в регионе происходит из-за ненадлежащего состояния дорожного полотна. Если на федеральных трассах чистота асфальтового покрытия вызывала минимум нареканий, то на дорогах регионального значения уборка снега производилась от случая к случаю. Кроме того, важную роль играет и человеческий фактор. Нередко виновником аварии становится сам водитель, который либо пренебрегает правилами дорожного движения, либо садится за руль в состоянии алкогольного опьянения. На ряде дорог Нижегородской области введут реверсивное движение. Ограничения вступят в силу с 27 апреля. Они связаны с проведением планового ремонта дорожного полотна. Временные неудобства водителям придется испытать в Балахнинском, Городецком, Кстовском, Богородском и Большемурашкинском районах. Скорость на участках дорог с реверсивным движением придется снизить до 40 км в час. Ограничения будут действовать до 31 июля текущего года. В Нижегородской области отметили День театра. Для жителей областного центра устроили настоящий праздник. Горожане смогли приобрести билеты на театральные премьеры с большими скидками. По словам организаторов акции, цена должна была привлечь нижегородцев к высокому искусству и помочь им приобщиться к прекрасному. Кстати, судя по данным статистики, за минувший год концертные залы Нижнего Новгорода и области посетило почти полтора миллиона человек. 2017 год принимаем для себя как реализация одной из новейших программ по поддержке малых муниципальных театров, профессиональных театров. У нас в федеральную программу попало 6 театров и будут выделены определенные средства на обновление сценического оборудования, на постановку премьер. В праздничный день отметили заслуги нижегородских актеров и работников культуры. Им вручили премии имени Собольщику и Самаринам и почетный штандарт губернатора Нижегородской области. 29 марта откроется регистрация участников тотального диктанта. Принять участие в акции может любой желающий. В Нижнем Новгороде диктант будет проходить на 8 площадках, среди которых Лингвистический университет, Нижегородский институт управления, Филологический факультет ННГУ имени Лобачевского, Дом ученых и другие. Мероприятие состоится 8 апреля, начало в 14.00. И на сегодня это все новости рубрики «Короткой строкой». Не переключайтесь. В конце марта вступают в силу законодательные изменения, которые серьезно повлияют на рынок выдачи быстрых займов населению. 29 марта привычное словосочетание «микрофинансовая организация» канет в лету. Гражданам нужно будет привыкнуть к новым аббревиатурам. Если кратко, все микрофинансовые учреждения будут разделены на два типа. Микрофинансовые компании МФК и микрокредитные компании МКК. Последние могут кредитовать население до 500 тысяч рублей на одного клиента, если это физлицо, и до 1 миллиона рублей, если это предпринимательский заем. Брать деньги под проценты от населения таким компаниям запретили. А вот более крупные микрофинансовые компании смогут еще и принимать вклады и выдавать займы онлайн. Однако это не значит, что брать несколько тысяч в долг до зарплаты в больших компаниях будет менее выгодно. Проценты по быстрым займам везде останутся одинаковыми. И итоговая задолженность, сколько бы человек ни просрочил, тоже не будет безразмерной. Итоговая задолженность клиента, какую бы сумму он ни взял, и какая бы ставка ни была, и на какой бы срок он ни просрочил, не может превышать тело займа более чем в три раза. Основная цель подобных нововведений – очистить рынок микрофинансирования от мошенников. И за последние годы по этому направлению уже проделана огромная работа. Например, 2-3 года назад в компании насчитывалось порядка 6-7 тысяч. На сегодняшний день количество компаний сократилось в три раза. Где-то порядка 2,5 тысяч – 2,4 тысяч. Банк России, Центробанк постепенно, планомерно предъявляет дополнительные требования к рынку и очищает рынок от недобросовестных игроков. Нововведения призваны сделать рынок микрофинансирования цивилизованным. Люди смогут брать деньги в долг в таких компаниях и знать, что они защищены законом. Стоит отметить, что популярность займов среди населения остается стабильной. Так, за минувший год только одной компанией срочно деньги было выдано порядка миллиона займов, как и в 2015 году. Далее мы прервемся ненадолго, и вот о чем пойдет речь во второй части нашего выпуска. Проклятое место. Сразу 8 автомобилей с разницей в несколько минут улетели в Кювет на одном участке трассы под Нижним Новгородом. Лучше всех четырехлетний нижегородец разил на повал Максима Галкина и зрителей федерального канала безупречным знанием всех дорожных знаков. Жаркие танцы на нижегородском льду. Звезды, прошедшие ускоренный курс фигурного катания, представили лучшие номера из телешоу «Ледниковый период». Вы смотрите службу новостей «Город» и мы продолжаем. Помощник нижегородского депутата Дениса Москвина покончил с собой. Владислав Никифорчук застрелился на кладбище в Москве на могиле дочери. Почти полгода назад 18-летняя девочка свела счеты с жизнью из-за неразделенной любви. Владислава смерть дочери просто сломала. У мужчины, между тем, осталось еще двое детей. Сообщается, что Никифорчук был хорошим специалистом, кандидатом политических наук и автором ряда книг. Другие происшествия Нижнего Новгорода и области в рубрике «Место происшествия». Крупная авария, в которой только чудом обошлось без пострадавших, произошла на проспекте Гагарина в районе остановки «Электрон». По информации очевидцев, легковушка и внедорожник столкнулись лоб в лоб. Один вылетел навстречу другому из-за того, что не справился с управлением. А возможная причина этого – колея, образовавшаяся на проспекте. От сильного удара у легковушки выбило двигатель и выкинуло его прямо на дорогу. Аномально аварийная зона образовалась на трассе Нижний Новгород-Иваново в Чикаловском районе Нижегородской области. Очевидцы заявили о том, что в Кювету летело сразу восемь машин. В ГИБДД же сообщают о трех фактах. Сначала с трассы слетела «Хонда», потом «Рено», а потом неподалеку произошло столкновение «Шевролей» и «ВАЗа». Во всех трех случаях в авариях пострадали пассажиры. В Арзамасе «Жигули» протаранили остановку общественного транспорта, которая, между прочим, носит название «Школа». ДТП произошло рано с утра в выходной день. И, наверное, именно поэтому обошлось без пострадавших. В другие дни недели здесь много спешащих на занятия школьников. Банк России снизил ключевую ставку. Решение было принято на втором в текущем году заседании Совета директоров Центрального банка по вопросам процентной политики. Другие новости из мира экономики в рубрике «Финансовые новости». Спонсор показа «Финансовые новости» – кредитный потребительский кооператив «Центральный сберегательный». Банк России снизил ключевую ставку на 0,25% пункта, иными словами, до 9,25% годовых. И это, по мнению аналитиков, не предел. Активный цикл снижения прогнозируется во второй половине года. К слову, в 2016 году Банк России дважды понижал ключевую ставку – в июне и в сентябре. А на февральском заседании в этом году принял решение сохранить показатель на уровне 10% годовых. С апреля тариф системы «Платон» увеличится на 25%. Взымаемый с большей грузов плата будет составлять 1,91 рубля за километр. При этом ранее планировалось еще более резкое подорожание – до 3,06 рубля. Решение не увеличивать тариф так кардинально было принято после встречи премьер-министра Дмитрия Медведева с представителями малого и среднего бизнеса. Кроме того, глава правительства поддержал идею привязки тарифов «Платона» к пробегу и создание портала с отчетами о том, куда идут собранные деньги. По данным Росстата, средняя зарплата в Нижегородской области составляет 27,5 тысяч рублей. Это почти на 8% больше, чем в прошлом году. При этом наиболее высокие доходы у работников сферы информации и связи в среднем они получают 45 800 рублей в месяц. Самые же низкие зарплаты по результатам исследования в гостиничном и ресторанном бизнесе. Там средняя оплата труда за месяц составляет 13 100 рублей. По данным Центробанка, курс доллара на 28 марта составляет 57 рублей 2 копейки. Курс евро 61 рубль 96 копеек. Цена барреля нефти марки «Бренд» 50 долларов 53 цента. С экранов телевизоров чертить узоры на льду по всей стране. Профессиональные спортсмены и звезды, прошедшие ускоренный курс фигурного катания, показали нижегородской публике лучшие номера ледникового периода. В нашем ледовом дворце гостей встречали с радостью и сопереживанием. Екатерина Вологина побывала на шоу и выяснила секреты успеха ледового зрелища. Сегодня никаких оценок, только высшие баллы, восхищенные аплодисменты зрителей. Они, похоже, не верят, что актриса Дарья Мороз, выступающая в дуэте с чемпионом мира Алексеем Тихоновым, встала на лед полгода назад. При том, что в спортивном мире, чтобы пара сложилась, требуется минимум два года. Их номер на телепроекте отметили и за технику, и за артистизм. Главное в этом искренности то, что этот проект очень настоящий. У нас, у звезд нет возможности. Они поставлены в такие рамки соревновательные, настоящего турнира по фигурному катанию на коньках, когда у тебя есть всего лишь один шанс выйти на лед и откатать то, что ты тренировал в течение, там, бывало и в двух всего лишь дней. В нашем дворце спорта шоу «Ледниковый период» показывали три года назад. Сменились номера, а некоторые артисты впервые обкатывают ледовое поле мирового стандарта. Номера такие, что профессионалов выдают лишь сложные элементы. Екатерина Варнава, к слову, хореограф и представить не могла, что ее рост, модельный метр восемьдесят, не станет помехой для фигурного катания. Под статьей нашли пару олимпийского чемпиона Максима Маринина. Тут такое зрелище, что даже те, кто уже откатал свой выход, остаются за кулисами и поддерживают как могут. Актер Михаил Гаврилов, звезда сериала «Молодежка», на коньках стоит уверенно, правда, на хоккейных. А это совсем другое дело, ведь у фигурных спереди зубчики, специально для выполнения фигур. Ты ведешь себя иначе, постановка тела у тебя другая при катании. А ты к зубчикам, кстати, быстро привык? К зубчикам, да. Я подскажу по секрету, у меня нижний самый зубчик спилин. Фигурное катание, оно, не знаю, оно как-то, ну, устраивает, что же, ну, тело твоего, иначе. А санышки сразу появляются. Как признаются артисты ледникового периода, здесь, как и в спортивных соревнованиях, никто не отменял ответственности друг за друга. Поэтому в парах, где мужчина не профессионал, избегают трудных поддержек. И несмотря на то, что это телешоу, второй попытки, как на чемпионатах, здесь не будет. Мне разрешили перекатать, когда я каталась с Мишей Галустяном, и судила Алла Борисовна Пугачева. И Миша был как раз в ее образе, и он два раза упал. Она говорит, ну, я не могу, как бы, чтобы я в эфире два раза упал. Проект ледникового периода завоевал небывалую популярность у зрителей. Это пример полной переработки уже существующего шоу, которое BBC запустило сначала в Англии. От него остался только лед. У нас совсем другая система оценок, жюри, участники и тематика. Первый канал успех этого проекта сначала не верил, но оказалось смотреть на то, как звезды спорта выходят на лед вместе с артистами, хотят все. И доказательство тому не только десяток сезонов, успешные рейтинги, но и то, как легко телезрелище стало живым. Илья Авербух запустил в России проекты мирового масштаба. Летом очередная премьера в Сочи – ледовый мюзикл «Ромео и Джульетта». В постановке выступят спортсмены. Ну а если очередной сезон ледникового периода вновь запустят на телеэкраны, он обещает быть еще более зрелищным. Говорят, знаменитый тренер Татьяна Тарасова все замечает и не допускает повторов. Екатерина Вологина, Алексей Корякин, Служба новостей «Город». Известные грековчане на обложке глянца. Внешний вид популярного мужского журнала вызвал широкий интерес нижегородцев. Чем в очередной раз удивили столичные дизайнеры, расскажем далее в рубрике «Социальные сети». На обложке юбилейного выпуска мужского журнала вместо полураздетых красоток появился вполне одетый Максим Горький. Видимо, редактор издания решил начать работу на более широкую аудиторию. И в надежде, что к чтению глянца пристрастятся и представители интеллектуальной элиты, поместил журнал изображений нашего знаменитого земляка. Удивительно, но с содержанием юбилейного выпуска портрет Горького никак не мотивирован. Юный Нижегородец принял участие в съемках шоу «Лучше всех» на федеральном телеканале. Четырехлетний Артем Балыкин удивил ведущего программы Максима Галкина безупречными знаниями правил дорожного движения. Красный треугольник с желтым обрамлением – это что за категория знаков? Опознавательное, и он называется «Тихоходное трассовое средство». Маленький Артем безошибочно назвал все дорожные знаки и их категории, а также опознавательные символы транспортных средств. Его осведомленность не могут позавидовать многие автомобилисты. Так как выдавать юному нижегородцу водительские права пока слишком рано, мальчику пришлось довольствоваться подарками и медалью от ведущего телешоу. Внимание, нижегородцы! На улицах нашего города под видом бродяги может скрываться человек, материальному положению которого могут позавидовать многие. В столице Приволжья стартовали съемки скандального реалити-шоу. Мультимиллионерам предложили на время оставить роскошную жизнь и примерить на себя образ нищего. А тому, кто рассекретит богача, гарантировано денежное вознаграждение. Далее эфир продолжит наш традиционный опрос. Мы спросили нижегородцев, какие хорошие события произошли в их жизни. Я вчера начал изучать испанский язык. Это очень интересно и мне нравится. Менила работу, занимаюсь тем, чем очень нравится. Готовы тортики, очень вкусные. Я закрыл очень сложную сессию. И там был очень сложный предмет от физика. Я все-таки преодолел сложность и не задал ее. Я записалась в тренажерный зал. Я видел активную жизнь, в общем, на ЗОЖ. У нас хорошее настроение. Мы из Владимира приехали в Нижний Новгород. Все классно. И в конце выпуска о погоде Юлия Карабасова расскажет, какой прогноз дают синоптики на завтра. Спонсор прогноза погоды – меховая фабрика «Елена Фурс». «Елена Фурс» – лучшие шубы России. В народе 28 марта наблюдали за поведением птиц и пытались предсказать погоду на ближайшее время. Воробьи чирикают, значит, день будет ясным. А вот если чайки купаются в воде, значит, скоро начнется дождь. Но, по прогнозам синоптиков, во вторник днем будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит плюс 2 градуса. Вечером пасмурная погода сохранится, похолодает до ноля. И в завершении выпуска напомню, что мы проводим интерактивное голосование. Нам интересно ваше мнение. Что же все-таки может повлиять на ситуацию с домами-долгостроями? Если вы считаете, что ситуацию с обманутыми дольщиками может улучшить ужесточение наказания для нерадивых застройщиков, звоните по номеру 283-11-74. Если вы думаете, что те, кто годами ждет обещанное жилье, должны самостоятельно бороться за свои нарушенные права, свой голос можете оставить по номеру 283-11-75. Если же ваше мнение сводится к тому, что обманутым дольщикам уже ничего не поможет, оставляйте свой голос по номеру 283-11-76. Отмечу, звонки бесплатные. Итоги нашего интерактивного голосования мы подведем во вторник в службе новостей «Город» в 19.30. Сразу после выхода в эфир специального репортажа уберите камеру, дом которого нет. На этом наш выпуск завершен. Желаем вам отличного настроения и оставайтесь на Первом городском. Субтитры делал DimaTorzok